Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня заместитель начальника управления полиции и охраны в Одесской области Игорь Шишеменко. Игорь Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Насколько я понимаю, скриминогенная ситуация и в стране, и в регионе, в городе ухудшилась. Ну, скажем так, каков качественный состав вот этой скриминогенной ситуации? То есть, грубо говоря, откуда ждать беды? Ну, о том, что скриминогенная обстановка то ухудшается у нас, то улучшается, мы знаем это по статистике, знаем это из средств массовой информации. Ну, не так страшен, наверное, волк, как его молюют, этого волка. Если человек старается уберечь себя от противоправных посягательств, тогда он не провоцирует на эти преступления, я бы так сказал. Ну, вот именно поэтому нужно понимать, собственно, где сейчас более велик риск. Совершенно верно. Вот самые простые примеры, которые мы говорим всегда, если сообщается, что кого-то там ограбили. В основном грабежи идут в позднее время суток. Очень часто подвергаются грабежам люди, которые в состоянии алкогольного опьянения. То есть, те, кто не вполне адекватно оценивают ситуацию. Это прямая жертва для грабителей. Это очень легкая добыча для них. Он может и не сопротивляться даже. Второй момент. Если человек ходит по улицам, там, где никто не ходит, а его могли отследить, там даже за той же сумочкой украть, мобильный телефон, надо передвигаться там. У нас и патрули ходят по улицам, и машины ездят патрульные, и людей много. Маршрут планировать осознанно. Осознанно, да. Та же маршрутка, вы передвигаетесь маршруткой. Эти барсеточники называют, там, карманники. Если вы будете распихивать свои вещи в задний карман, показывать свое портмоне, вытаскивать, вы перед маршруткой достаньте 5 гривен, сколько вам надо, положите в карманчик сбоку. Все остальное положите во внутренний карман, либо в сумочку. Если маршрутки тесно, толкаются специально, могут там вытащить. Если в маршрутке у вас украли сумочку, или сумочки обычно... Обычно не сумочку, и сумочки аккуратненько достают. И сумочки вытаскивают кошелек с деньгами, и достают мобильный телефон. Обычно обнаруживается, когда человек вышел с маршрутного такси, увидел, что у него нет мобильного телефона, когда он вышел позвонить. Для этого есть... Позвонить вы не можете уже в полицию, телефона нету. Кого-то попросить позвонить, люди могут пугаться, потому что есть мошенники, которые дайте позвонить, и убегают с этим телефоном. В городе, это по всей стране, называется термином выклок полиции, наклейка. Обычно мы их цепляем приближённые к маршрутам, на магазинчиках, на остановках. Их сотрудники этих всех учреждений предупреждены. Если обратится человек, забежал, говорит, мне надо нажмите кнопочку, нужна полиция вызвать. Они нажимают нашу тревожную кнопку, приезжает полицейский наряд. То есть это вместо, вот раньше стояли телефонные автоматы, откуда можно было 102 нажать, но сейчас их нет. А здесь ситуация, нет у вас мобильного телефона, кнопочку, жёлтые наклеечки, термином выклок полиции. Домой заходите в подъезд, посмотрите, чтобы вас в подъезде никто не ждал. Освещение возле подъезда, это всё от жильцов зависит. Возле подъезда вкрутите лампочку, включайте её вечером. Уже никакой преступник на это не пойдёт. Ну да, дождаться, чтобы никто не заходил за тобой в подъезд. Особенно в многоэтажных домах, это много этажей, 9 и выше этажей. Лифты, дома, опасные квартиры, низкие этажи, верхние этажи, куда залазят обычно, когда у вас нет дома. Понятно, что никому не надо открывать дверь, кому-то не знаете, это одна. Второе. Защищать надо своё жильё. Защищают чем? Домофоны надо ставить, чтобы вы видели, кто вам приход, кого вы пускаете. Домофоны могут идти с записью. Можно фотографировать, записывать это всё. Второй момент. Входные двери. Более-менее они должны быть у вас крепкими. Более-менее хотя бы. Окна. Откуда подлезть? Ну, я всегда говорю, для того, чтобы не ставить там супермощные двери, которые надо взрывать, там вытаскивать. Их обычно открывают ключами тогда специалисты. Ну, в том-то всё и дело. Если у вас хватило денег на очень дорогую дверь, значит, внутри за дверью что-то лежит у вас. То есть, такая дверь может даже провоцировать интерес. Ну, я этого не сказал, но оно так есть. Если за дверью находится сигнализация, тогда вопрос решаемый. Она будет срабатывать на любые проникновения на вашу территорию. Что провоцирует больше всего квартирных воров? То есть, там, хорошие двери, решётки. Хорошая машина. Да. Ну, в любом случае, даже квартира. То есть, сразу возникает, получается, соблазн? Нет. На каждую... На каждую есть своё время года. Профессиональные воры, домушники, они идут сознательно, знают, куда идут. Они выбирают квартиру, обычно проводят разведку, да. Наблюдают за ней, наверное, не неделю. И если там есть сигнализация, они никогда туда не полезут. Редчайший случай, редчайший это случай, когда они идут там, где есть сигнализация. Причём, в прошлом году один такой случайно попался. Он не увидел, что там сигнализация. Да. Он залез, а вывезти назад не смог. И его там взяли. И в этом году взяли. Причём, его взяли на второй квартирной краже. Первый, он там ничего не позарился, а второй его взяли. Быстро была блокирована квартира, наэтажный дом. И это настолько профессионал. У него несколько уже было отсидок. Он вскрывал эти квартиры отмычками. Нельзя было предъявить, что это вскрыто не ключами. И вот его задержали в этом году. А те, которые квартиры по внешнему виду судят. На его есть другие уже там. Какие-то наркоманы, которые подошли, дверь просто выбили. Какие-то залётные бродяги. Мы не только про квартиры, офисы. У вас есть офис. Там бытовая техника. И тут сбоку стоит прямо ноутбук. Заскочил, схватил тот ноутбук вместе со шнуром и убежал. Ах, что надеть? Вызовите полицию. А у вас есть сигнализация, вызовите полицию охраны. У нас ноутбук бежит по улице. Это можно поймать уже. Ну да. Игорь Николаевич, я так понимаю, что есть ещё сезонность. То есть вот сейчас майские праздники, начинаются отпуска, люди уезжают. То есть ведь тоже, ну скажем так, как-то видно, что квартира... То есть как эти люди профессиональные... Они ведь отслеживают, что квартира вот в этот момент не жилая. Профессиональные преступники. Как они это определяют и как избежать того, чтобы они это определили? Ну они смотрят тоже телевизор и смотрят всякие передачи, когда расскажут, как мы с ними боремся. Если у вас нет сигнализации в квартире, то, ну не знаю, почему нету, это не так дорого всегда, чем то, что может случиться. Просить соседку, чтобы она там приходила, там бельё разное вымешивала. Ну это много вот этих всех, знаете, есть и в соцсетях этим делятся. Другие делятся в соцсетях, что вот мы на майские уедем куда-то там во Францию, да. Если едут во Францию, значит дома что-то есть. Они тоже так отслеживают. Ну это не то, что мы не должны общаться между... Ну безусловно, ты бы эту информацию не скроешь. Да, надо по-любому... Есть и солидарная охрана. Во всём подъезде ставится сигнализация, какая-то там, это автономная так называемая. Сводится где-то в одну квартиру на несколько. Вариантов масса. Способы проникновения. Ну дверь, понятно, дверь отмычки, окна. То есть ведь очень часто, да... Первых два этажа. То есть должны быть... Ведь очень часто второй этаж... Не обязательно решётки спасают. Или решётки тоже не спасают. И бывает, что мы по сигнализации берём без решёток. Решётка, которая стоит снаружи, окна ничего не даёт. По всем правилам решётка должна стоять внутри квартиры. Вот так. Такой в обычной квартире, по-моему, очень редко наблюдается. Потому что разбивается стекло, потом есть препятствия ещё, которые надо преодолеть. Это решётка. И она по пожарным нормам должна быть открывающейся. Её надо, когда люди внутри, открывать, а когда уходят, закрывать на навесной замок хотя бы. Ну, а навесной замок, ну, опять же, навесной замок очень легко... Ну, неважно там. Поэтому решётка как бы не сильно спасает. Последние этажи очень опасны, те лёгкие скалолазы лазят там. Потом лоджии, которые примыкают к межлестничным переходам, так называемые сушилки, от которых можно вылезть туда. Вот эти вот. Ну, это основные вот такие пути проникновения. В старом фонде, кстати, вот есть, часто встречается, это вот центр, это Молдаванка. Стены разбирают. Они же ракушняк, камыш внутри пропилили, разбили там оно. То есть даже так. Потолки, стены, да. Мне кажется, ну, в любом случае, вот в такой ситуации наверняка уж в старом фонде... Вот тут вот, наверное, соседи наверняка должны были бы что-то видеть и слышать. Ведь, наверное, немаловажно ещё... 20 лет назад это ещё было. 20 лет назад, да. Сидела тётя Сима и всё знала, кто кому пошёл. Естественно. Сейчас не так. Чуть-чуть уже не так. И вот люди идут оттуда под охрану и спрашивают, а что ж, где тётя Сима? Тётя Сима умерла уже, да? А новая тётя Сима ещё не выросла. Ну вот, к сожалению, да. Да, и у нас очень часто, даже вот в многоквартирных домах, ну, мало ли, кто там лезет сверху, вдруг это интернет прокладывают или телефон. Никто не поинтересуется, к сожалению. На этажных домах люди не знают, кто живёт на два этажа выше. Знают только того внизу, который ты затопил когда-то, либо верхний, который затопил тебя. Вот, ну, это, я говорю, как оно есть. К сожалению. Они все на работе, пришли с работы, вечером все возле телевизора, либо к каким-то делам. Мы говорим о кражах. Кражи – это, ну, скажем так, человек, ну, просто не доглядел, вот, и это произошло. Есть ещё грабежи? Вот, чего сейчас вообще, чего больше, краж или грабежей? Ну, хватает и того, и другого. Грабежи, вот, сезонность их не есть. Вот, когда большие длинные выходные, грабежей будет больше. Почему? А народ выпивает, те шашлыков ползут, и те, да, очень много, очень много подвигается грабежам людей, которые под пяти. Вот, там, они и шли, там, бросили, там, тот сзади и привёлся, там, забрали. Ну, сейчас начинается курортный сезон. Грабежи, в основном, это мобильные телефоны. Это очень сильно развито, вот, вырывают их, дёргают эти телефоны. Квартирные кражи, обычно длинные выходные, когда люди уезжают, там, ну, не всегда это совпадает. А квартирные грабежи, когда вот, ну, то есть, понятно, что можно поставить сигнализацию, то есть, это на случай того, если нас нету, а тут вот, ну, позвонили, случайно открыли, в голову дали, из квартиры всё вылезет. А зачем случайно открывать? Вот, к сожалению, ведь, к сожалению, такое бывает. Для этого есть глазок, раз, введёт домофон, есть два, и третий, если человек занимается бизнесом, и всегда жулики знают, что если любой бизнесмен, который с деньгами, он их несёт либо в банк, либо домой в стеклянную банку, вот, и идут к нему с грабежом. То есть, разбойники, грабители, если он открывает им зачем-то, то он, значит, идут знакомые. Для этого есть тревожная кнопка, в которой происходит нажатие без вмешательства человека, это мы конкретно с каждым человеком обсуждаем, как можно подойти. Будут его грабить, он нажмёт тревожную, либо ломятся к нему, ещё пока дверь не выломали, нажмёт тревожную кнопку. Вот такая же ситуация, наверное, то есть, такая же тревожная кнопка. Частный сектор очень часто этим пользуется, да. Частный сектор, да, а опять же, то есть, наверное, офисы. Офисы, в движении мы делаем тревожную кнопку, это у нас новомодная такая, на смартфонах это ставится, тревожная кнопка в движении мы находим. Ну, офисы это там, где оборот денег идет Ну, там касса, где есть касса, конечно Спасибо вам большое, в любом случае хотелось бы, чтобы беда не приходила Обошла мимо Да, чтобы обошла мимо, главное ее предотвратить Это действительно очень важно Благодарю за эту беседу Напомню, что в гостях у нас был заместитель начальника управления полиции и охраны в Одесской области Игорь Шишеменко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому